ребятки привет я решил вот как с ветряком сделать отдельный плейлист лайф тест хитро хэн не знаю как короче назову но именно там где я буду предоставлять какую-то отчетность по по этому по электролизеру по генератору газа брауна водорода с кислородом вот потому что потому что потому что ну потому что так будет интереснее да там я что-то если там по факту буду подводить итоги одним большим видео там что-то забуду а так будет интереснее да там какие-то первые там проверки тесты пробы там потом какие следующие да там с тем так и так да вот потом там я вспомню что а я я же чертежей не предоставил, да, предпоставлю чертежи, а может потом, если все там что-то заработает, что-то я решу изменить, там, что-то дополнить, дополнение, улучшение, ну, короче, такая лабуда, хотя, может быть, это стухнет, это все на первой проверке, да, но, тем не менее, вот пока что, пока что я вижу смысл в том, чтобы сделать плейлист, в который я буду подкидывать какие-то видосики, да, по конкретно данному проекту, лайф-тест, совместный с вами, совместный с вами, как с ветряком, потому что мне пацанчик из Германии, там, закинул железячки, да, кто-то из пацанов закидывает, там, бабки, говорит, на, братан, вот на твоей самоделке, там, ну, и пожрать себе купи, ну, вот, то есть, как бы, тем не менее, все это мы с вами делаем, вот, кто-то советы дает, кто-то дает толковые советы, ну, вот, и сейчас я хочу такую, это не столько я хочу вам информацию предоставить, ну, может быть, похвастаться, да, скорее я хочу спросить у вас, потому что я сейчас с Серегой, с моим корешем общаюсь, и он такой, типа, ни хера, как бы, такого быть не может, очень круто, ну, вот, о чем я речь веду, смотрите, пока у меня тут идут подготовки к проверке реактора, который у меня практически в готовом, ну, отчасти в зачаточном состоянии, потому что буду бачок менять, у меня там на определенных условиях пеной он заполняется, зараза, вот, ну, там еще есть какие-то идеи, там, по типам, частотам и так далее, но это ладно, это потом, это другая история, вот, вот, прежде чем я с этим делом выйду на трассу, карантин мне подкинул хорошую мысль, что, Макс, что ты дуришь голову? Ну, а почему бы тебе его не попробовать на холостых, на настоящей машине на холостом ходу? Ну, вот, и смотрите, с одной стороны, я понимаю, что у меня может это никак не сказаться на холостом ходу, для тех, кто недавно смотрит и не знает, что у меня за автомобиль, у меня старый мотор, в котором из электроники только стартер и генератор, ну, вот, если аккумулятор установлен, тогда еще и аккумулятор, да, вот, то есть у меня, вот, что туда зальешь, то, что может гореть, там, соляра, там, масло из фритюра, нефтяной мазут, короче, вот, все, что там смогло пролезть, там, да, то и будет работать, в общем, такой у меня, как в тракторе мотор, вот, очень хороший мотор, вот, очень такой хороший, вот, шумный, но хороший, вот, я, ну, я решил, смотрите, у меня, вот, в отличие более современные автомобили, чуть-чуть, даже не прямо не новые, а чуть-чуть современнее моего, у них уже есть система электроники контроля впрыска, которая анализирует о состоянии выхлопных газов, там, там, кислород, СО и так далее, ну, короче, по всей этой лабуде, там, обороты контролируют, у меня, допустим, даже нет места для установки датчика хола, хотя я вот хотел себе, кстати, нормальный человеческий тахометр поставить, а не тот, который вот у меня есть, кстати, надо будет, наверное, пацанам рассказать тоже, для тех, кому-то, может, понадобится такой тахометр, вот, у меня тахометр, он читает с точки, не помню, точка Х или точка Х, не помню, в этом, в генераторе, у меня оттуда он читает, короче, по состоянию генератора обороты, но не суть, как бы, не об этом сейчас история вся, короче, у меня нет никакой системы контроля, но для мозгов, которых тоже нет в моем автомобиле, чтобы он как-то менял сам, не трогая педальку, да, чтобы он как-то менял степень впрыска, у меня там просто карбюартная система, там, механическая форсунка, то есть он никак это не может определить, ну вот, а на трассе, понятно, да, плохо едет, да, хочешь, чтобы он быстрее ехал, как бы, или бы сильнее, нажимаешь педальку, ага, там, на пятой передаче он, как бы, хочешь еще быстрее, но он тяжело тянет, понимаешь, мощности не хватает, значит, переключаемся на четвертую и педальку ложим, то есть, ну, у меня вот так все просто, у меня все управляется вот этим самым, как его, капитаном, короче, вот, и вот, я, для чего тогда я вообще решил сделать этот тест, если у меня там нет никакой системы контроля, и, возможно, мой расход никаким образом не изменится, даже при добавлении этого газа брауна, по двум причинам, одна любопытство, другая прагматичная подготовка к прогону, сейчас объясню, первая причина, мне просто захотелось вот узнать, вот, ну, как нет, скорее, это, это такой, это уже дополнительный факт, да, который, как бы, вылезет априори, вот, я, как бы, решил вот узнать, сколько вот у меня жрет, да, за час, мой мотор, мотор у меня 2,8, 90 киловатт, это 122 лошадиные силы, вот, сколько он у меня сожрет топлива за час, это первый момент, второй момент, опять-таки, сколько он сожрет топлива за час, и то, что я раньше, вот, перед этим сказал, я предполагал, что даже не изменится расход, вот, и, но при этом я хотел с подключенным реактором, с подключенным реактором вот этим газа брауна, я хотел погонять его, вот, в полноценном режиме генератор, да, с подключенным к машине, там, да, в момент работы двигателя, да, час, чтобы понять, не вылезут ли какие-либо сюрпризы, да, чтобы это не произошло на трассе, какой может сюрприз вылезти? Допустим, когда я проверял этот реактор на, там, токе где-то порядка, там, 30 ампер, и когда я добавлял в цепь возврата жидкости помпочку, насосик, да, у меня началось очень обильное пеноотделение, да, то есть, хорошо отделялся газ, но при этом, как бы, формировалась пена, и в бачке она не успевала разваливаться, как бы, в жидкую среду, и она начинала уже идти по трубке мне в водяной затвор, то есть, вот такой, может быть, сюрприз, то есть, чтобы, как бы, выявить все сюрпризы, там, по разогреву, по току, ну, по всей лабуде за час, почему час, как бы, я планирую делать пробеги по 100 километров тестовые, да, то есть, это где-то плюс-минус час будет, ну, то есть, я планирую придерживаться крейсерской скорости, где-то 80-90 километров, ну, как бы, да, это будет, там, может, час 10, час 20, ну, не важно, то есть, час, это вот такая опорная точка, вот, и я решил, как бы, нахрена мне, как бы, чтобы вот на полтрассы у меня какой-то вылез сюрприз по реактору, да, и я такой, бля, как бы, нужно отключать, как бы, то есть, ага, тест не сработал, да, нужно возвращаться, то есть, и получается, мы там сожгли зря топливо, да, и потратили зря время. Зачем нам эти сюрпризы? Я решил, как бы, с ними разобраться вот на берегу, вот. Вот, и я вот сейчас гонял, сегодня я думал погонять мотор с реактором и без реактора, ну, сначала без реактора, выяснить его расход, ну, опять-таки, любопытство плюс, ну, а вдруг как-то вот, вдруг как-то он будет лучше сжигаться, лучше сжигаться, и, может быть, как-то карбюратор будет меньше потреблять, может, я не все знаю про мой карбюратор, а я знаю немного, я вот с моей карбюраторной системой глубоко пока еще не разбирался, что-то недосуг мне было, но до предыдущего автомобиля у меня были все бензинки, да, то есть, вот в моем прикол в том, что в моей системе у меня даже нету насоса, который из бака качает топливо, прикольно, у меня он просто там, ну, сам всасывает его. Так вот, что я сделал? Я взял бутылку, 8 литров, сделал разметку стаканом мерным по 250 грамм, то есть, у меня каждое красное деление это литр, да, и три промежуточных деления 250, 500, 750, и потом уже литр, да. Вот, я взял такую бутылку. Вот, я всегда слышал, что на холостом ходу автомобили там, ну, и потребляют литр-два, вот. И Серега мне сейчас вот, мы сейчас вот общаемся, сейчас мне нужно дослушать комментарии, тоже говорил, что потребляет где-то литр-два, два с половиной, мотор 2,8 старый. Но, ребята, вот это уже как бы вопрос к вам, я хочу, может быть, кто-то делал тесты, вот так же досконально, как и я, может быть, кто-то знает, не теоретически, а четко, да, сколько, вот, может быть, у вас был такой автомобиль, и вы вот принципиально хотели выяснить это, и выясняли так же досконально, как я. Потому что я взял эту бутылку, я взял, отключил подачу и обратку шлангов, там, под капотом, подключил две силиконовые трубки, забросил их в эту бутылку, завел мотор, запустил таймер и прождал час. Через час я трубки отстыковал, вернул остатки топлива из трубок сюда, но, когда я засовывал трубки, у меня была полная бутылка, и даже чуть-чуть капелечка вытекла, капелечка вытекла, да, у меня здесь, а вот, и вот когда через час я посмотрел на бутылку, я охренел, у меня расход показало 700 грамм, вот, то есть, как бы, вот такая тема непонятна, и я не знаю, как бы, Серега говорит, что это не просто хорошо, это очень хорошо, прямо с, можно с приставкой охуеть, как хорошо, вот, а я не знаю, я не знаю, это хорошо или нехорошо, вот, это мне повезло, либо Сереге когда-то не повезло, и у него такие вот были расходы, может быть, кто-то из вас знает, вот, и может быть, кто-то знает, может быть, все-таки вот моя система может как-то регулировать подачу топлива, потому что я сегодня прекратил этот эксперимент, я не дошел до генератора, потому что гремело за горами, и небо темнело, вот, и я такой решил, как, стопорнуть все это дело до завтра, завтра, я надеюсь, не будет там ни облаков, ни дождя, как бы, все будет ништяк, я продолжу, как бы, но уже с реактором, вот, может быть, кто-то мне подскажет в комментах, что там есть действительно какая-то регулировка, которая как-то меняет, там, к примеру, кондер включил, и как-то она там может все-таки как-то подливать топливо и увеличивать расход, вот, но я вот пока этого не знаю, вот, вот с этого мы, наверное, начнем этот плейлист, за этот, как это, лайф-тест реактора гидрогена, вот, и я сейчас съезжу к дяде Лёше, мне там нужно один вопрос решить, мне нужно там одну диодную подсветку в трубку запихать, мне нужно, чтобы ее вывесить на высоту 10 метров, мне нужно вот у дяди Лёши с третьего этажа это все сделать, вот, и я потом вернусь, и, наверное, часиков 7, мы по традиции, наверное, замутим стрим сегодня, суббота, вот, поговорим там про границы, когда откроют, про патриотизм, блядь, про дизельные моторы, про пляжи, парковки, женщин и прочее, короче говоря, вот, все, пока-то. Продолжение следует...